Фонд имени Миклуха Маклая. В рамках образовательно-просветительского проекта «Россия и океания 19-21 века», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, представляет фильм «Русские названия географических объектов в океане». Далекая океания. Она простирается от Юго-Восточной Азии до побережья Южной Америки и занимает 30% площади на мировой карте. На глобусе эта тихоокеанская территория кажется пустынной, но такое впечатление обманчиво. В регионе около 30 тысяч островов. Самый крупный из них и второй по величине в мире после Гренландии — Новая Гвинея. Океанию делят на три региона — Микронезию, Меланезию и Полинезию. Разделение это не географическое, а историко-этнографическое. С момента открытия океания как магнит притягивала к себе представителей разных стран и континентов. Первыми из европейцев эти острова посетила испанская экспедиция во главе с Фернаном Магелланом, португальцем по происхождению, во время первого кругосветного путешествия в первой половине XVI века. В дальнейшем, помимо испанских, сюда стали приходить корабли из Португалии, Англии, Голландии, Франции, Америки и, конечно, России. Русские мореплаватели внесли большой вклад в исследование региона Южных морей. Об этом свидетельствуют и многочисленные названия географических объектов. Свыше 70 рифов, островов, атоллов было открыто русскими в центральной и западной частях Тихого океана. Первое в российской истории кругосветное путешествие совершили два выдающихся мореплавателя — Крузенштерн и Лисянский на шлюпах Надежда и Нева в 1803-1806 годах. Экспедиция покинула Кронштадт, миновала Южную Америку и вышла в южную часть Тихого океана, где были сделаны первые открытия. В акватории Гавайских островов Лисянским обнаружены и нанесены на карты риф Нева, риф Крузенштерна и остров Лисянского. В 1813-1816 годах состоялась экспедиция Михаила Лазарева на корабле «Суворов». Это русские моряки первыми сообщили австралийцам о свержении Наполеона. Командиром судна был обнаружен атолл в северной группе островов Кука, названный в честь их корабля — «Суворов». Почти в это же время, в 1815-1818 годах, кругосветную экспедицию на бриге «Рюрик» возглавил лейтенант Отто Коцебу. Мореплаватели стартовали из Кронштадта, миновали Южную Америку, взяли курс на малоизученный архипелаг Туамоту в Полинезии. В результате был открыт остров Румянцево, атоллы Спиридов и Рюрик, а затем и атолл, названный в честь Крузенштерна. В Микронезии, в восточной гряде Ратак Маршаловых островов, экспедиция нанесла на карту атоллы Кутузова, местное название Утирик и Суворова, местное название Така, а также дала название сразу нескольким островам Западной гряды. Спустя пять лет, во время второй кругосветной экспедиции на шлюпе предприятия, Отто Коцебу назвал остров в честь своего экспедиционного шлюпа. А на Маркистских островах атолл был назван в честь выдающегося русского мореплавателя Биллинсгаузена. К тому времени Фадей Биллинсгаузен вместе с Михаилом Лазаревым уже успели открыть шестой континент — Антарктиду. Их шлюпы — «Восток» и «Мирный» — вышли из Кронштадта летом 1819 года. После трудного маршрута до Антарктиды исследователи сделали остановку в Австралии, побывали в Новой Зеландии и взяли курс на полинезийский архипелаг Туамоту. Там ими были нанесены на карты атолл Моллера и остров Аракчеева. Всего же в архипелаге Туамоту было открыто и описано 13 атоллов, в том числе Барклай-де-Толли, Ермолова, Кутузова, Раевского, Чичагова, Лазарева. Биллинсгаузен даже дал архипелагу второе название — «Острова Россиян». Открытие в этих местах совершил еще один выдающийся российский исследователь Леонтий Гагемейстер. В 1806-1807 годах он руководил кругосветным плаванием на шлюпе «Нева». Это было первое российское судно, посетившее Австралию. Во время второго кругосветного плавания на шлюпе «Кутузов» путешественник посетил Маршалово острова в Микронезии. А третий раз вокруг света исследователь прошел на шлюпе «Кроткий», открыв атоллы Меншикова и Гагемейстера. В 1826 году из Кронштадта под руководством Федора Литке вышел шлюп в Синяве. Корабль миновал Чили, а затем взял курс к Русской Америке. Из Петропавловско-Камчатского экспедиция направилась в Микронезию к Каролинским островам. И в результате многочисленных исследований на карте появились новые названия – острова Синявина и остров Литке. В последние трети XIX века карта океании вновь пополнилась русскими географическими названиями, благодаря путешествиям великого русского ученого-гуманиста Николая Николаевича Миклуха Маклая. Он проводил комплексные исследования во всех трех областях – Меланезии, Полинезии и Микронезии. Потомки заслуженно называют его одним из величайших российских исследователей океании, 15 лет посвятившим изучению этого региона. Во время посещения путешественникам на корвете «Витязь» в северо-восточной части Новой Гвиней, а особенно залива Астролябия, на карте этого региона появилось около 50 новых географических названий. В том числе пролив «Витязь» – это название до сих пор используется на картах мира. Гавань Константина, названная по имени почетного президента императорского русского географического общества великого князя Константина Николаевича, появился мыс Уединения – место первого пребывания русского ученого. Папуасы называют этот мыс Гарагасси. Одну из групп прибрежных островов, где местные жители очень дружелюбно встретили ученого, Миклуха Маклай назвал архипелагом довольных людей. Пролив Изумруд, пролив Великой Княгини Елены. В далекой океане и словно появился фрагмент русской географической карты. Особое значение имеет легендарный берег Маклая протяженностью около 300 километров. Я таким образом называю берег Новой Гвинеи вокруг Астролябия-бэй и бухты с архипелагом довольных людей по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося научных результатов. Так записал в своих дневниках в 1873 году Николай Николаевич Миклуха Маклай. После установления немецкого колониального господства в этой части Новой Гвинеи большинство русских топонимов было переименовано. Во времена австралийского правления некоторые географические объекты также получили новые названия. Берег Маклая сейчас на картах именуется как Рай-Кост. В советское время в океанию и, в частности, на берег Маклая было отправлено две экспедиции в 1971 и 1977 годах. Но затем, вплоть до 21 века, комплексные российские научно-исследовательские экспедиции в Папуа-Новой Гвинеи не проводились. Впервые в новейшей истории России и в 21 веке, почти через 40 лет после советской экспедиции, возрождая преемственность в исследовании Новой Гвинеи, в океанию отправились ученые Российской Академии Наук под руководством потомка и полного тезки исследователя Николая Николаевича Миклуха Маклая. В 2017 году во время экспедиции под названием «Миклуха Маклай 21 век. Берег Маклая» проведены комплексные исследования. Помимо научных открытий экспедиция показала, здесь сохраняют память о россиянах и передают истории о Миклуха Маклая «Из поколения в поколение». Во время второй экспедиции на берег Маклая в 2019-м Аселем Туем, старейшиной и потомком первого папуаса, который встретил белого человека в 1871 году, в лице русского ученого Миклуха Маклая, была основана деревня имени Маклая в знак уважения и сохранения памяти о России. И это новый российский топоним уже 21 века. В загадочной океании всегда есть возможность совершить новое открытие, вписать свое имя в историю. Но одного этого мало. Важно еще и сохранить имя для потомков. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира. Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Председатель Попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин. История изучения этой части Тихоокеанского бассейна отечественными мореплавателями поражает величественностью и масштабом. Только в одной океане было открыто свыше 70 географических объектов, получивших русские названия. Они увековечены в отчетах командиров кораблей, записках и воспоминаниях участников плавания, научных трудах ученых-естествоиспытателей, принимавших участие в экспедициях. Возвращение русских географических названий на карту океании – важный шаг к возрождению преемственности в исследованиях океании российскими учеными и путешественниками, сохранении мировой истории географических открытий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова